Дневной разворот Давайте сразу предупредим наших слушателей, что 211-101 у нас есть редактор на связи, она будет все-таки отбирать и сепарировать вопросы, потому что вы можете со своими предложениями какими-то вопросами звонить Владимиру Васильевичу, не факт, что он прямо сейчас ответит, но возьмет на заметку. Владимир Васильевич, вы стали инициатором подписания меморандума о честных и открытых выборах. Хотелось бы узнать, что это такое, в чем суть? Владимир Васильевич, суть этого меморандума заключается в том, чтобы мы организовали борьбу не компроматов, а борьбу идей и предложений, которые позволили бы улучшить экономическое состояние нашей области, жизнь наших людей. То есть каждая партия, идя на выбор, она говорит об одном и том же. Мы идем за то, чтобы сделать лучше для наших жителей. Но вот вся эта борьба потом превращается в то, что начинает искать какие-то компроматы, и это все превращается в непонятно что. Я обратился ко всем участникам выборной кампании. Мы знаем, что если на выборы высшего должностного лица нашего субъекта, там четыре партии, это Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, Коммунисты России и Либерально-демократическая партия, то выборы в городскую думу, там еще идет формирование списка, там уже больше восьми партий. Поэтому обратился ко всем. С партиями, которые состоят во фракции или представляют фракции в законодательном собрании, мы в понедельник такое провели совещание и сегодня договорились в 11 часов встретиться и уже услышать от них приложения, которые можно было включить в этот меморандум. То есть сейчас час назад, да? К сожалению, никто не пришел. Поэтому вы как руководитель парламента регионального не можете настоять на том, чтобы... Чем оправдались? Вы поймите правильно, это не заседание законодательного собрания, это должны были прийти руководители фракции с предложениями, которые они хотели бы включить в меморандум о честных и открытых выборах. Но они, к сожалению, не пришли. Несправедливая Россия, нелиберальная демократическая партия и коммунистическая партия Российской Федерации. Мы прождали их, никто не пришел. Поэтому мы будем уже встречаться в рамках сессии и будем к ним обращаться. Кто-то другой, может быть, к нам отликнется, мы с ними заключим такой меморандум. Но, я думаю, каждая партия, которая заявляет о том, что вот о них говорят, там что-то, что-то, если они не пришли, значит их, наверное, это меньше всего интересует. Владимир Васильевич, подписание меморандума о честных и открытых выборах, что влекло за собой для партий? Если бы вот они пришли и подписали? Для партий был бы открытый диалог. Мы бы общались, и если какая-то партия нарушила бы этот меморандум, могли бы определить в этом меморандуме, какие наши будут действия, сесть, обсудить, договориться, поправить. Но на сегодняшний день ни одна партия на себя даже таких обязательств не взяла. Но это все равно же, это был просто добровольный документ, который декларирует. Это добровольный документ, который не влечет каких-либо последствий. Но этот документ, ну, как бы говорят, дает посыл любой партии, или она говорит, что она готова к честной борьбе, к борьбе идей, к борьбе предложений. Ну, раз не послушал, мы не увидели никаких предложений, будем надеяться, что, может быть, они появятся до 20-го числа. Я думаю, подождем, посмотрим. 20-е число, это старт кампании или что-то? Компания уже стартовала. У нас 26 июля заканчивается прием в городскую думу и подача документов на высшее должностное лицо. Поэтому все партии, которые уже подали свои документы в городскую избирательную комиссию, они, будем говорить, уже вступили в предвыборную кампанию. А по проведению и регистрации этих партий у них будут открыты счета, и они уже могут спокойно за счет своих выборных средств уже вести агитацию, уже везде представлять свою партию. Поэтому хотелось бы вот до начала этот вопрос решить, но, к сожалению, сегодня никто не пришел. Меморандум – это документ? Это текст некий? Это документ, это текст, который определяет, ну, мы можем вам представить текст этого меморандума. Давайте, чтобы слушатели понимали. Ну, первое, что ввести, значит, выборную кампанию согласно наших существующих законов, не применять никаких черных пиар-технологий, не вытаскивать какие-либо компроматы, которые, в общем-то, ничем не доказаны и ничем не представлены. То есть ввести честную политическую борьбу. Еще раз хочу сказать, что мы предлагали вести борьбу именно программ, именно предложений, именно тех, ну, будем говорить, мероприятий, которые позволят в последующем улучшить жизнь нашего населения. Поэтому здесь вот я могу сказать лишь одно, что, может быть, не готовы были сегодня и придут позже. Будем ждать, будем смотреть, но пока на сегодняшний день никто не пришел. Ну, мы сделаем новость, опросим представителей лидеров этих партий. Да, лидеров фракций. И, конечно, я попрошу вас передать нам текст меморандума, для того, чтобы наши слушатели могли ознакомиться на сайте. Мы этот текст меморандум им передали, вам передадим. И, конечно, обращаюсь уже и от вашего имени, чтобы вы как-то так помогли нам. Сделаем, узнаем. Спасибо. А кто автор непосредственно меморандума? Это аппарат заготовил закон собрания или это... Автор фракции «Единая Россия». Фракции «Единая Россия». Да. Но вы от своих коллег из других партий не слышали никаких отзывов по меморандуму? Пока нет. Никаких. Все понятно. Закрываем тему меморандума до вечера, до того, как мы опросим лидеров фракции. И сделаем новости на нашем сайте, чтобы стало понятно, что, собственно, происходит, что они думают по этому поводу. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после чего другой вопрос. Мы поговорим о предстоящем пленарном заседании ОЗС. Уже 27 июля оно состоится. Там будет несколько очень важных вопросов, которые интересуют нас. Владимир Быков в нашей студии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», представитель законодательного собрания Кировской области. Итак, к пленарному заседанию. Да, ОЗС. С предстоящему. Ну, еще раз напомню, телефон 211-101. Это прямой эфир. Мы принимаем ваши звонки. На связи наша редактор Анна Лапшина. Будем передавать звонки нашему гостю. 27 числа пленарное заседание ОЗС. Повестка дня согласуется. Какие-то вопросы уже известны. Один из самых серьезных вопросов, который интересует наших слушателей, это вопрос о введении новых госдолжностей в штате законодательного собрания. Расскажите, пожалуйста, что это будет за должности, причина введения их, и есть ли уже кандидаты? Ну, кандидатов будут выбирать сами депутаты, а должности вводятся три. Вернее, две должности. Одна вакантная должность есть на сегодняшний день. То есть у нас на сегодняшний день восемь освобожденных должностей, будет десять. Это три должности будут заместители и председатели комитетов. У нас есть три комитета на, будем говорить, освобожденной основе. Поэтому мы вот на эти комитеты будем назначать на освобожденной должности депутатов законодательного собрания в ранге заместителей председателя комитета. Какие комитеты? Давайте перечислим. Комитет по промышленности, комитет социальный и комитет по экологии. Заместители данных комитетов, заместители председателя будут на профессиональной основе. Да, а заместители будут избраны из числа тех депутатов законодательного собрания, которые входят в состав этих комитетов. На заседание комитета. А потом уже законодательное собрание утвердит. Если будет 27 числа, принят этот закон. Эти люди, которые будут на должностях, это будет оплачиваемая работа? Оплачиваемая должность. Из каких бюджетов оплачивается эта должность? Из бюджета законодательного собрания. А как так получилось, что в середине года обнаружилась возможность организовать должности? А там не обнаружилась возможность. Мы вводим эти должности. Вот на сегодняшний день будет принято решение о том, что эти должности вести. Затем в сентябре будут назначаться. И где-то эта должность будет ввестена в октябре в месяц. Поэтому каких-то вот таких средств в этом году нам надо малое количество. То есть только получается октябрь, ноябрь, декабрь. Мы эти поправки внесем и получим соответствующие средства. С чем связана необходимость таких вот действий? Связано с федеральным законодательством. Мы знаем, что от всех, будем говорить, парламентских партий, которые присутствуют в законодательных органах, должен быть представитель на постоянно действующей основе. Поэтому мы вот такое решение принимаем и, соответственно, выполним закон. Это значит, что эти должности, вновь вводимые, займут представители других партий, не единой России? Не единой России. Это то, чего добивались, собственно говоря, в частности, да? Ну, добивались несколько там. Каждый добивался, чего он хотел, в том числе и этого. То есть они говорили, что почему это все комитеты в Заксобрании возглавляют представители одной партии? Да, вот поэтому мы решили, чтобы и все остальные партии имели такие должности. То есть мы подозреваем, что вот эти две должности получат точно не представители единой России? Эти три должности получат точно не представители единой России. Какие-то фамилии можем уже называть или пока нет? Я не могу назвать фамилии, потому что это будет решение той членов комиссии комитетов, которые будут избраны на заседании комитета. Но их сейчас не назовут, как тебе ближе называют? Их назовут ближе, как тебе. Называется должность. Заместитель председателя комитета. Ну вот смотрите, да, комитет по социальным вопросам. В настоящее время его возглавляет Сергей Сергеевич Гущин, заместителем является Ирина Геннадьевна Морозова. То есть будет другой заместитель? То есть выборы другого заместителя будут? Ирина Геннадьевна, представитель единой России. Она представитель единой России, и она работает там на неосвобожденность. То есть она является заместителем, а мы вводим туда должность. То есть она будет штатная, освобожденная, и он будет работать в законодательном собрании, приходить к 8 часам на работу, мы его будем контролировать, уходить будет 12 часов на обед, 12.45 будет приходить, и до 17 часов будет работать, и мы будем наблюдать, как, что он делает. Я думала, сейчас Владимир Васильевич скажет, приходить будет к 8 утра, а к 12 уходить домой ночью. Ну что вы, если он пожелает до 12 часов ночи работать, то для этого необходимо написать заявление, для того, чтобы ему продлилить, но такого смысла и какой-то там необходимости нет, поэтому он будет работать строго, согласно того регламента, который существует в законодательном собрании. Суммы зарплат замов сколько будет составлять? Ну, там это все будет просчитано, и будет определенно. Ну, в каких примерно, в каком диапазоне? В хорошем. Не скажете сейчас. Почему я буду говорить? Мы это все просчитаем, все это будет сказано. Ну, это уже будет 27-го, понятно. Я еще раз повторяю, что все заработные платы, это как бы является какой-то там личной инициативой, будут назначены должности, будут докладывать о своих доходах, там все они это выложили. Зачем сегодня? Как-то там чего-то. Ну, это нас интересует, сколько будет получать замы. Что любопытное делать? Деньги считать чужие, да? Чужие не надо. Эта сумма будет определена 27-го июля или позже, зарплаты? Она будет определена, как только будут определены люди на эти должности, будет определена заработная сумма. Ближе к осени получается. Да. Предварительная реакция, как-то уже коллег, известна. Как они к этому относятся, что вот еще появятся несколько оплачиваемых должностей? Ну, они этого добивали. Добивались. Реакция хорошая. Какие еще вопросы на ближайшем пленарном заседании ожидается к обсуждению? К обсуждению. На этом пленарном заседании обсуждается вопрос о социальной защите инвалидов. Здесь мы в первом чтении приняли еще в марте месяце. Сейчас будем принимать во втором чтении. Вопрос тоже очень важный, потому что там касалось малого-среднего бизнеса. Им наделялись квоты, в общем, путем вот такой большой совместной работы вместе с представителями наших инвалидных организаций принято решение квоты выделять только тем организациям и предприятиям, у которых количество работающих больше ста человек. Все остальные, в общем-то, на добровольной основе. Затем будут внесены, губернатор вносит поправки в кодекс Российской Федерации лесного кодекса, поправку в статью 79. Это о проведении аукционов, чтобы на аукционах можно было не допускать к аукционам недобросовестных подрядчиков, которые где-то нарушают, ведут неправильные вырубки, не очищают затем вырубленные площадки. Вот таких не допускать к арендам аукциона. На этом законодательном собрании будет отчет исполняющего обязанности губернатора за 2016 год. Отчет будет нами рассмотрен. Будет каждый депутат, согласно регламенту, имеет право задать два вопроса. В конце от каждой фракции будет выступление по данному вопросу. И как результат, в общем-то, все те вопросы, которые будут озвучены, если кто-то там что-то не успеет задать, мы вместе с представителями правительства, такой рабочей группой, в течение 10 дней это все оформим в виде письма на имя губернатора для дальнейшей работы. Вы вопросы уже известны, какие зададите? Вам какие темы хотелось бы затронуть? Мы готовы задать самые вопросы, которые необходимы и которые мы сегодня решаем вместе. Мы обратились к нашим партиям, фракциям, которые входят в состав законодательного собрания. Обратились давно, еще месяца полтора тому назад, какие вопросы их интересуют. Ну, тоже ни одного вопроса со стороны оппозиционных партий мы не получили. По всей видимости, их как-то это мало интересует. То есть фиксация вопросов заранее, она обязательна? Ну, вы поймите правильно. Если мы хотим услышать, чтобы вопрос был дан, ответ глубоко, значит, мы должны его дать возможность проработать, да, соответственно подготовить. Поэтому я считаю, что это правильный такой подход. Вправе задать какой-то и любой вопрос, который возникнет в процессе обсуждения отчета. Поэтому мы подготовили свои вопросы. Эти вопросы касаются и сферы действия в лесу, и это касается транспорта, перевозок. Это касается и подготовки школ. Это вопросы касаются и здравоохранения. Поэтому мы готовы, мы конструктивно готовы работать с правительством. Я думаю, что на наши вопросы мы получим исчерпывающие ответы. Я попросила бы вас, Владимир Васильевич, обозначить один какой-то из перечисленных вами вопросов, привести пример, чтобы наши слушатели понимали, какую проблему вы обозначаете в ходе обсуждения с Игорем Васильевым и готовы будете получить ответы. Простой пример, если мы возьмем, ходит очень много разговоров о том, что на Линском районе построено хирургическое отделение к районной больнице. Руководство области решило там снести, значит, его не принимают. Поэтому мы хотим, чтобы нам четко дали объяснение. И другие поняли, что, собственно говоря, наверное, никто там не собирается ничего сносить. А то, что там вокруг этой больницы происходит, наверное, надо четко объяснить всем. Поэтому вот мы задаем вопрос. Это, наверное, для нас очень важно. Также очень важен вопрос для нас это и по строительству новых школ. Мы понимаем, что правительство на сегодняшний день готовится. И мы участвуем в программах. И как бы результат этой работы о том, что правительство активно занимается, это строительство второй уже новой школы в городе Кирове. Но здесь мы понимаем проблему в другом. В том, что нам необходимо, собственно говоря, более, наверное, активно решать вопрос с правительством Российской Федерации. Потому что у нас в городе Кирове практически 60% детей занимаются в две смены. Хотя стандарт, надо перейти в одну смену. Давно уже была поставлена задача руководственной стороны, чтобы... Ну, задача поставлена давно, но дело в том, что она не только у нас, она во всех регионах не решена. И поэтому на сегодняшний день есть такая программа и правительство Российской Федерации, и партии «Единая Россия». Это строительство, капитальный ремонт и пристрой к существующим школам. Программа рассчитана на 10 лет, до 2025 года. Вот мы хотели бы, чтобы мы в этой программе участвовали все эти 10 лет. Вот год прошел, сейчас идет второй год, впереди еще 8 лет в этом направлении двигаться. Мы будем задавать вопросы, чтобы нам сделать законодательное собрание, какие правильно принять решения для того, чтобы мы, собственно говоря, работали в программе моногородов. На сегодняшний день у нас, значит, активно эта программа выполняется в области. Я могу сказать, что, наверное, впервые за многие годы практически у нас в 8 городах идет, в общем-то, и хорошее софинансирование по этим проектам, по программе моногородов. Вот тоже хотелось бы, чтобы мы в этом направлении работали. Мы на сегодняшний день вместе с правительством здесь уже прекрасно понимаем, и вот у нас вопрос, который мы выносим на законодательное собрание тоже, это поправки в бюджет, которые будут здесь. То есть 391 миллион мы на сегодняшний день получили в результате правильной финансовой деятельности по налогам, доходы там соответствующие. И эти деньги распределяем. Так вот, на сегодняшний день правительство уже заявку подало для того, чтобы построить, значит, у нас там в 24 районах, это ФАПы, это, значит, мы готовы там порядка 65 миллионов софинансирования. Где, мы зададим вопрос, где эти деньги взять для того, чтобы мы это решение поддержали, для того, чтобы мы могли эту программу осуществить у нас в регионе. Потому что, ну, катастрофически не хватает у нас этих ФАПов в районах. 391 миллион, они уже есть? 391 миллион есть, они уже расписаны. Эти деньги идут, если так вот просто взять, там 50 миллионов это расходы на лекарства, которые обеспечат региональным льготникам. У нас идет 60 миллионов рублей на подготовку школ к началу нового учебного года. Значит, 84,8 миллиона идет на заработную плату, увеличение заработной бюджетникам. Значит, 52 миллиона это на подготовку, собственно говоря, объектов коммунальной инфраструктуры в предстоящей зиме. А вот мы и просим, чтобы изыскали 60 миллионов на строительство ФАПов в 24 районах. Поэтому мы и говорим, что эти деньги нам необходимы, надо будет это найти вместе с правительством. А можно сразу будет... Вернее, 60 ФАПов мы должны построить, а для этого мы должны изыскать деньги для софинансирования. 60 ФАПов в 26 районах. Владимир Васильевич, по телефону, по смс-порталу 8909-720-101-0 пришел вопрос, видимо, от наших коллег. О Налинской больнице СМИ задавали вопрос еще зимой в январе. Почему вы просите осветить эту тему сейчас? И какова ситуация в Налинске? Потому что вот об этой теме до сих пор идет разговор. И поэтому мы задаем вопрос губернатору, чтобы поставить точки над «и» и все прекрасно понимали, как будет решен вопрос. Полгода прошло с того момента, как поднималась эта тема. Может быть, кто-то недоработал в освещении этой темы, если вопрос до сих пор не снят? Ну, я могу сказать, что этот вопрос не снят, потому что наступает выборная кампания. И мы любые вопросы сейчас будем поднимать и их опять как бы рассуждать. Есть по этому вопросу решение, мы его услышим, и будут сняты все напряжения. Потому что слух один там снесут, не снесут. Там есть четкое понимание, те, кто строил, они должны представить экспертизу стоимости, реальной стоимости, а не того, что там кто-то там чего-то хотел. Для этой больницы есть соответствующее оборудование, поэтому правительство готово там все эти вопросы решить. Исходя из этого, вот мы задаем вопрос, когда эту тему закрыть. Хороший вопрос. Когда вы наконец правильно отчитаетесь, чтобы все вопросы дополнительные были сняты? Ну, вы знаете, все вопросы никогда не будут сняты. Потому что вот вы сейчас будете задавать вопрос, а когда вы правильно отчитаетесь, когда неправильно отчитаетесь. Кому-то вот пройдут выборы, никому нам ничего не нужно будет. Мы опять будем 4 года ждать, когда будут очередные выборы. То есть вы считаете, что вот подобные вопросы, это все-таки какая-то предвыборная шумиха такая? Я считаю, что этот вопрос, и есть еще там ряд других вопросов, которые мы поднимаем, вот исходя из того, что завтра выборы. А вопрос пройдет, и выборы пройдут, и никто потом не будет. Есть плановая работа, которая ведется. И если тот застройщик, который в свое время заключал, будем говорить, заключение на строительство, получил участок земли для строительства, какие-то там недооформил документы, ему нужно не просто как бы там создавать шумих, а просто решить эти вопросы, подготовить, отчитаться, представить экспертизу, и вопросов никаких не будет. Деньги для приобретения этой больницы есть, поэтому я еще раз хочу сказать, что мы и хотим, чтобы все услышали, что здесь идет последовательная работа именно для улучшения состояния наших медицинских учреждений. И вот посмотрите, сколько уже сделано правительством. Даже наши оппозиционеры, зайдя в областную больницу, в городе Кирове, они просто были удивлены тому, что там происходит. Если мы говорили, что там санитарная авиация, она уже реально работает, она уже реально оказывает помощь. Мы недавно говорили с Дмитрием Курдюмовым об этом в нашей студии. Поэтому я еще раз хочу сказать, вот мы объясним, и губернатор объяснит, что вот в этом вопросе там все решается, и там никто не собирается ничего сносить. Да, поэтому, как вы говорите, там, когда ждать очередного отчета, вопроса, ну, я думаю, что мы будем к вам чаще приходить, задавайте вопросы. Отлично. А сейчас проверемся на короткую рекламу, после чего мы спросим у Владимира Быкова, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Закособрания Кировской области, а как он, собственно, оценивает итоги года работы Игоря Васильева в нашем регионе. Продолжается программа «Дневной разворот». Партии, представленные в Закособрании, мы не знаем, подпишут или не подпишут меморандум, но, увы, и с ним это было, да, в первой части нашей программы. Далее мы спрашивали нашего гостя Владимира Быкова, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Закособрания, о предстоящем пленарном заседании ОЗС, о том, какая повестка там будет, какие важные вопросы будут обсуждаться, напоминаю, 27 июля пленарка будет. Ну и до перерыва обещали спросить Владимира Васильевича о том, как же он оценивает год работы Игоря Васильева в должности в Рио-губернатора Кировской области и его команды. В нескольких, может быть, фразах, потому что можно долго рассуждать. Да, потому что времени не очень много, а вопросы еще есть. А нам еще про «Динамо» хочется спросить. И не только. Значит, я могу сказать, что лично я оцениваю работу правительства Кировской области и лично губернатора как положительную. Результат этой работы, он виден. Можно, конечно, что угодно наговорить, но давайте разберемся. Мы были в ноябре прошлого года вынуждены получить коммерческие кредиты для пополнения или закрытия той бреши в нашем бюджете. Вопрос был решен с Министерством финансов, и эти кредиты были заменены на бюджетные. То есть мы сэкономили средства. Второе. Мы участвуем, и продолжается программа строительства путепровода. Это там вообще ни одного рубля ни муниципалитета, ни областного. Это тоже решен вопрос губернатора. Продолжение строительства водовода. Мы говорим сегодня о проекте. Этот проект рассчитан на три года, другие программы на пять лет. Но первый проект – это благоустройство городов. Дорог, он для 40 городов был рассчитан. Мы попали в этот проект. И по программе агломерации городов получили впервые на Кирово-Чепецк, Киров-Слободской, 1 миллиард 100 миллионов рублей. И в Кирово-Чепецке 100 миллионов, в Слободском 90 миллионов. Эти деньги используются для того, чтобы мы там отремонтировали дороги. Об этом тоже нужно было договариваться. В следующий год, конечно, попасть в эту программу. 40 городов, а в нашей огромной стране понятно, что больше. И на следующий год мы уже знаем цифру на эту. 1 миллиард 400 миллионов рублей. На Кировской области? На город Киров, Кирово-Чепецк и Слободском. На агломерацию. На агломерацию. Это о чем я раньше говорил и что сегодня у нас выполняется. А по программам многородов, о том, что мы на сегодняшний день, если вот перечислить все города, там, Белая Холуница, Амутнинск. Ну, 11 всего, да. Они все сегодня участвуют в этой программе. Такого у нас никогда не было. Поэтому вот эти шаги, вот это решение с федеральными структурами вопросов позволяет нам говорить о том, что мы сегодня, зная все сложности с формированием бюджета, зная все те проблемы, которые у нас есть и не кивая на предшественников, движемся вперед. Я считаю, что вот то, что на сегодняшний день делается, делается правильно и делается эффективно. Мы в лесной отрасли сразу тоже там ничего не решишь, но вот тот закон, который мы приняли о создании пунктов приема леса, он сегодня уже начинает работать и мы, встречаясь с лесопользователями, видим, что люди задают вопросы. Сразу, конечно, не отберешь там у кого-то эту делянку и не отдашь кому-то. Это надо все найти законные основания и решения. Но то, что на сегодняшний день поддерживается производство в Лузе, у нас строится, построили там завод по переработке древесины в Даровском, в Мурашаксе строится фанерный завод, вторая линия строится завода в Нововятске. Это дает нам возможность того, что мы получим новые рабочие места, мы получим новые налоги. Поэтому я еще раз хочу сказать, можно, есть такая нормальная русская пословица, в чужом глазу соринку видишь, а у себя ничего. Поэтому нужно это все оценивать, сравнивая с теми результатами, которые мы сегодня видим. А с какими основными сложностями вы увидели, столкнулась команда Игоря Васильева за этот год? Ну, основные самые сложности это формирование бюджета, наполнение его. Вот сейчас разложили там все по полочкам. И сейчас надо просто работать для того, чтобы вот эти все, будем говорить, наши недостатки закрыть. Формирование дорожного нашего фонда. Там тоже были средства. Ну, мы не говорим, что они куда-то пропали, но они были использованы не по назначению. Значит, нам необходимо тоже пополнять этот фонд уже для того, чтобы мы могли дальше, собственно говоря, идти по программе ремонта дорог не только в городе Кирове, в Кирово-Чапецке, Слободском, но и в других районах. Поэтому я думаю, что вот основная задача это здесь правильно считать наши средства. А рекомендации? Рекомендации с вашей стороны, как главы ЗАГСобрания, как руководители лекоделения, вы в праве вообще? В главе региона? Настоятельно прям рекомендовать. А зачем нам тогда ОЗС и глава ОЗС? Вот есть у вас конкретное предложение, что еще? Мы с вами прекрасно понимаем, что законодательное собрание, оно не просто принимает бюджет, оно еще и принимает отчет. Поэтому мы вместе с правительством будем смотреть и следить за правильностью использования тех бюджетных средств, которые у нас сегодня есть. Поэтому наша задача не указывать, а вместе решать эти проблемы. Это позиция Владимира Быкова, председатель Законодательного собрания Кировской области. Я знаю, давай вот все-таки по поводу оценки деятельности команды Игоря Васильева. У меня последний совершенно вопрос, тоже хочу пример. Такой в поздноровском стиле. Он любит такие вопросы задавать. Вот не получалось, не получалось у Игоря Васильева и его команды. Вы видели, что не справляются, не понимают этого вопроса. А спустя год, вот сейчас, в течение этого года, вы увидели там с вашей помощью, с помощью специалистов, разобрались. Можно такой пример привести? Вот пришли, не понимали, что вот здесь происходит, не могли разобраться. Может быть, даже нарубили с плеча. А теперь разобрались, и вы видите позитивный результат. Вот вы говорите, я же вам не говорил, что год назад не понимали. Неужели все понимали, когда пришли? Прям картинку вы видели, как озеро чистую. Вот я еще раз повторяю. Мне надо говорить, что не понимали. Люди пришли и начали эту картинку раскладывать. Сейчас ее разложили. И делают все для того, чтобы эта картинка стала красивой. Поэтому как бы задавать нам вопросы, вот год не понимали, не понимали. А тут стали понимать. Ну, наверное, не вам нужно задавать этот вопрос, а Игорю Васильеву непосредственно. Игорю Владимировичу. Да. Я могу сказать еще раз, для того, чтобы мы тут понимали, не понимали. Вот есть каждодневная, повседневная такая работа, да. И каждый день человек этим живет. А есть другие люди, которые просто пришли, увидели какую-то тему, схватили, дернули. И не привязав ее к каким-то там другим краям этой большой темы, начали кричать. Я думаю, что вот этого делать не надо. А вот команда сегодня, за этот год, ну, много чего увидела. Много вскрыла того, что нужно было бы сделать и нужно было бы идти вперед в сравнении с другими регионами. Даже если взять лес, вот, например, там, опыт Архангельской области, и то, что мы сегодня делаем в лесу, это уже давным-давно сделали наши соседи. Поэтому я еще раз говорю, что меня подкупает в том, что они не говорят, что было до них, они говорят, давайте мы сделаем вот так, это будет лучше. Как заявил Игорь Васильев в интервью недавнем ТАСС, я пришел сюда, чтобы сделать хорошо. Давайте про «Динамо». Осталось три минуты, буквально очень нужно прокомментировать решение учредителей и правления НКО «Футбольный клуб «Динамо» по уходу из профессиональной футбольной лиги. Это потеря для нас или все-таки это верное решение и больше город приобретет с этим решением? Ну, вот, вы знаете, я могу прокомментировать это так, что решение принято, исходя из своих возможностей. И, наверное, на сегодняшний день для того, чтобы сохранить команду, это правильное решение. Возьмите пример Кирово-Чепецкой Олимпии. Ведь она тоже ушла в молодежную лигу, да? Мы сохранили команду, команда играет. Здесь тот же самый пример. Будут хорошие времена, будут спонсоры. Значит, будем добиваться того, чтобы команда своим мастерством добилась перехода во второй дивизион. Но на сегодняшний день ситуация такова, что, наверное, это не наверное, а это правильное решение для того, чтобы сохранить команду, чтобы наши болельщики ходили, смотрели футбол, потому что команда «Динамо» – это все-таки команда, которая представляла и представлять будет нашу область, город, всей нашей России. Может быть, то же самое следует сделать и с хоккейным клубом «Родина»? Я понимаю так, что мы на сегодняшний день с хоккейным клубом «Родина» решаем вопрос. Каким он будет, я сейчас не скажу. Но то, что о команде думают, о том, чтобы команду эту сохранить, и будет принято решение, которое мы потом доведем всем болельщикам. Ваша оценка личная? Что нужно с ней сделать? Может быть, так же поступить, как с «Динамо»? Задавая вопрос, что это так же, то есть другая лига, более низкая ступень, не выше? Да, сокращение расходов, другая лига. Я могу сказать, что здесь с командой «Родина» несколько другая ситуация. Поэтому давайте мы не будем опережать события, подождем, время покажет. А какая другая ситуация? Большие долги. Во-первых, эта команда играет в суперлиги, в самой высшей нашей лиги. Поэтому долги долгами, а команда командой. Надо в этом отношении, я еще раз говорю, что все посмотреть, просчитать, а потом принимать решение. Сейчас говорить. Вот вы имели непосредственное отношение к команде «Родина». Сейчас с вами советуются те, кто решает эти вопросы? Советуются. Принимают с среди. Ваше личное мнение, должны мы остаться в суперлиге? Или все-таки можем пойти по понижающей, чтобы спасти клуб и сэкономить средства? Мое личное мнение, нужно все просчитать и взвесить, а потом принимать решение. Вот по «Динамо» просчитали, взвесили, приняли решение, разберемся и с «Родиной». Владимир Васильевич, у нас время программы подошло к концу. Есть очень обширная и важная тема. Это реализация программы формирования комфортной городской среды, на которую для того, чтобы в ней разобраться, и часа не хватит. Мы знаем, что, конечно же, вы непосредственно контролируете эту тему, поскольку являетесь секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Это единороссовские проекты, они непосредственно консультируют и контролируют. Поэтому я очень хочу заручиться вашим обещанием, прийти со специалистами, ответственными по направлениям сюда, в эфир, и рассказать в подробностях, как у нас идет реализация. — 24 числа я буду в Краснодаре, там будет очень большой форум партии «Единая Россия», где будет выступать и лидер нашей партии Дмитрий Анатольевич Медведев. Как раз речь будет идти об этих проектах. Я могу сказать сегодня лишь только одно, что эти проекты не одного года. Эти проекты какие-то трех, какие-то пяти лет. И я могу сказать, что благодаря партии «Единая Россия» мы начинаем сегодня наводить порядок в стране, не только в крупных городах, но и в малых городах. — Так мы не можем заниматься сейчас агитацией в предвыборный практически период. — А я не агитирую. — Вы нам пообещаете, что вы придете и расскажете, как у нас движется реализация проекта. — Я никого не агитирую, я говорю о том, что есть. И, конечно, я приду и расскажу вам. — 24 числа, Большой съезд, где будут обсуждаться эти вопросы, после мы встретимся. — Спасибо большое, Владимир Быков, секретарь отделения партии «Единая Россия», представитель Законодательного собрания Кировской области. На этом дневной разворот завершен. Спасибо, всего доброго. — Спасибо. — До свидания. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова